Полезный город В начале давайте коротко о самой компании поговорим. В СМИ читаем, что она была создана вместо двух банкротящихся муниципальных управляющих компаний Ленинского района и ЦКС. Вот в реальности есть что-то общее с этим? В общем, наверное, здесь можно считать, что собственник один и тот же. То есть в любом случае бенефицар сегодняшней компании является администрация. У нас компания создана в феврале этого года. В мае, как вы правильно сказали, она получила лицензию. А уже с июля, с моего назначения, мы приступили к обширной деятельности на территории Кирова. Начались знакомства с председателями, с инициаторами, с активными гражданами. То, что СМИ уже не первый раз этот вопрос озвучивают и крутят, что мы преемники, там Ленинская и МУП ЦКС. Нет, это не так. Да, у нас есть, еще раз повторюсь, собственник в лице администрации города Киров, который выступает тем же собственником вот этих двух предбанкротных компаний. На этом все. Это исключительно, да, что нас сближает. Наше юрлицо, единую управляющую компанию города Кирова, оно зарегистрировано на территории города Кирова. У него свой юридический адрес, у него свой офис, свой персонал, который с Ленинской и МУП ЦКС никак не пересекается на сегодняшний день. И жилфонд. Жилфонд, соответственно, тоже, да. На сегодняшний день задачи, как я для себя понимаю, да, вот создание новой городской компании, обусловлено в первую очередь с тем, что уже были прецеденты и в том числе в этом году, когда брошенный жилфонд, если его так можно назвать, когда та или иная управляющая компания либо обанкротилась, это может быть частная компания небольшая, либо по каким-либо причинам отказывается от дома, потому что там тяжелые в простонародье люди, с кем нельзя, по их мнению, найти общий язык или дом убыточный, и люди не хотят там выходить на более дорогие тарифы обслуживания. Соответственно, управляющие компании принимают для себя решение отказаться от дома. И дом является, ну, так можно его озвучить, никому не нужен, да. То есть, есть ситуации, когда те или иные управляющие компании уже в преддверии банкротства, они дома уже не обслуживают, их не могут найти и контрольные органы, там, в частности, прокуратура с госжилой инспекцией, и, соответственно, решается вопрос о исключении этих домов из ряда лицензий управляющих компаний. Поэтому на сегодняшний день те дома, которые уже прикреплены к единой управляющей компанией города Кирова, это дома, пришедшие нам от других компаний, находящихся в городе. То есть, это вот те самые никому не нужные дома, да? Ну, не то, чтобы никому не нужные, которые выпали из управления. То есть, одна компания, ну, чтобы, наверное, рекламу здесь не создавать, да, вот, опустим ее название, обанкротилась 1 октября. Там мы через конкурсные процедуры часть домов получили в реестр лицензии, они прикреплены. Часть домов от других управляющих компаний проголосовали за нас на общих собраниях, и на сегодняшний день с 1 декабря эти дома прикреплены уже к лицензии, и ряд домов уже госжилая инспекция подтвердила, она прикрепляет с 1 января. Поэтому мы сейчас ту работу, которую летом проводили, проводя обширные вот эти вот встречи с людьми, сейчас мы уже, по сути, видим результаты этой работы в виде там прикрепления домов к лицензии. И сейчас хочется наладить взаимоотношения с людьми, чтобы люди, в первую очередь, поверили, что есть контакт непосредственно с руководителем в моем лице, с персоналом, и через управляющую компанию, наверное, выращивать контакт еще и с администрацией. Потому что все-таки, имея за спиной управляющей компанией собственника администрации, это не только какой-то рычаг, да, как все думают, административный, это еще большая ответственность с меня как руководителя городской компании. Ну, я знаю, что вы даже лично вот на эти встречи выезжаете. На все встречи, где проводится общее собрание, за редким исключением, если по какой-либо причине нахожусь на совещании или в командировке, я выхожу лично. Помимо этого, я даю всем желающим свой номер телефона, он у меня постоянно включен, за исключением ночного периода времени, когда, естественно, мы себе отдыхаем. А почему такую тактику вы выбрали? Это же тяжело вообще-то. Ну, тяжело, не тяжело. Для начала этот принцип работы я выбрал несколько лет назад, когда вообще в сферу ЖКХ попал. Я более пяти лет занимаюсь управлением жилого фонда, и, в принципе, этот формат, он более правильный, наверное, с точки зрения именно взаимодействия и выстраивания коммуникации с собственниками. Ты можешь сразу же проконтролировать действия или бездействия своих сотрудников, где там кто-то кому-то не понравился, кто-то кому-то нагрубил, там кто-то почему-то что-то не сделал. Собственнику важно, что у него есть диалог с руководителем, он может ему всегда набрать, написать, и если руководитель выстраивает правильное отношение, он всегда на них отреагирует. И не надо писать ни в контрольные органы, ни в администрацию, ни куда-либо с жалобами и получить ту услугу, за которую, собственно, ты и обратился. Хочу вернуться вот к той нити, которую мы начали, по поводу жилфонда передачи домов, которые никому не нужны, не хочется вообще-то так называть их. Вот, наверное, еще в этом есть некая преемственность, да? Есть постановление 16.16, постановление Российской Федерации, где, в принципе, вся процедура закрепления того или иного жилого фонда, который выпал из управления, он определяется в соответствии с действующим законодательством. То есть администрация ведет реестр управляющих компаний, которые изъявили желание получить тот или иной жилфонд, выпавший из управления. Вообще, обычно вот такой жилфонд брать частные компании не очень-то хотят. Ветхие дома требуют больших вложений, постоянно что-то ломается. Вот в таких условиях насколько эффективно можно работать? Не знаю, можно ли это делать только своими силами или без каких-то вложений извне муниципальных это невозможно? Узко так смотреть на всю проблематику не совсем, наверное, верно. У нас в городе Киров на сегодняшний день порядка 96 компаний действующих, где сосредоточены компании как более-менее крупные и те, которые имеют там всего от 5 до 10 домов. Соответственно, естественно, когда у тебя в управлении всего 10 домов, иметь фонд, который можно визуально, по техническим характеристикам отнести к ветхому фонду, естественно, таких домов управляющая компания захочет избавиться. В первую очередь, чтобы это не было, ну, не то чтобы балластом, но какой-то затратной частью. Потому что компания частная пришла для того, чтобы в основном зарабатывать деньги. Мало компаний из 96, которые присутствуют в городе, которые в первую очередь работают на авторитет. Такие есть. Что касается жилфонда, который требует к себе внимания, ну, ты же в него вкладывать постоянно всю жизнь не будешь. Его надо разово довести до ума. Поменять, может быть, инженеры, немножко вложиться, там, сделать отмазку, там, подмарафетить фасад, кролю где-то подлатать. Где есть возможность перевести, если есть такая необходимость, перевести жилфонд на спецсчет за счет накопленных денежных средств пройти капитальный ремонт каких-то конструкций. Поэтому, если подойти с умом, да, необходимо вложиться, там, первые полгода, год будет тяжело, но до меньшим этот дом не будет от тебя требовать очень сильных затрат и внимания. Потому что он уже доведен до ума и соответствует сегодня минимальным требованиям по эксплуатации. Почему вопросы об эффективности возникают? Потому что, вот, те же, это ЦКС и управляющая компания Ленинского района, они пришли в упадок, как говорили нам, из неэффективного управления. То есть, все примеры, там, муниципальных компаний в городе, ну, на данный момент были только негативными. На ваш взгляд, реально что-то поменять? Ну, комментировать и говорить за то, что и как получилось с двумя муниципальными компаниями, я не хочу и не буду. Но то, что сам подход мой, как руководителя городской компании, естественно, он поменялся. То есть, даже на встречах я слышал отзывы со стороны председателей домов, инициативных групп, где говорили прямо, Витя говорит, ты первый директор, который возглавляет на сегодняшний день городскую компанию, которая выходит к людям. То есть, по их разговору, предыдущие руководители там в какую-то свою бытость, когда существовали компании, они даже не выходили на встречу. Ну, этот мой вопрос ведь не просто так тоже родился, потому что это немного удивительным кажется. Для многих, да, это удивительно, но я не стесняюсь и не боюсь, соответственно, сам выхожу на общее собрание, умею и люблю общение с людьми. Наверное, это мне дается хорошо. То есть, другие подходы к работе просто могут... Да, это занимает очень много времени, это отрывает от текущей деятельности, но это надо. А еще вот смотрите, вот это название «Единая управляющая компания», оно вот о чем? Она говорит о том, что объединяет весь жилфонд на территории всего города Киров. Почему? Не вдавался в подробности, какая может быть другая история создания именно вот данного предложения названия компании, но оно имеет отражение сейчас на том, что у меня те дома, которые уже даже с 1 декабря прикреплены к лицензии, они разбросаны по разным районам. Там есть «Октябрьский», «Первомайский» и «Ленинский». Ага, вот это такая точка зрения. А я хочу вариант еще один высказать. 96, вы сказали, компаний, да, у нас частных в городе. Такая цифра была озвучена просто по своим совещаниям. Очень часто говорят, ну вот те же городские депутаты, да, что это очень много, так не должно быть, должна быть одна какая-то крупная компания, может быть, или несколько крупных сильных компаний, которые возьмут весь жилфонд, или одна компания, которая будет контролировать там много мелких. Вот на такой подход вы как смотрите в организации? Или все-таки вы за конкуренцию? Я однозначно за здоровую конкуренцию на рынке, так как это рынок, это в первую очередь мы отталкиваемся от пожеланий людей и собственников, и сегодня жилищный кодекс четко говорит, что собственник прав, и как он решит, так и будет. В законе предусмотрена реформа управления, непосредственный способ, ТСЖ, ТСН, или же, соответственно, это управление управляющей компанией. Да, безусловно, на такой, хоть с одной стороны крупный город, но все-таки компактный, да, можно так его назвать, при населении до полумиллиона самого города, 96 компаний много. Вот, это не считая еще ТСЖ, которые существуют также в городе. Просто с точки зрения не количества, да, вот стоит подходить к этому вопросу много не мало, а с точки зрения все-таки управленчества. Целесообразность иметь 3-5 домиков среднеэтажности, там, в пределах 3,5-4 тысяч квадратных метров, ну, это даже экономически невыгодно. Для того, чтобы содержать дома в надлежащем виде, при небольшой доходности, да, можно так сказать, при таком обороте денежеской собираемости населения, в компании однозначно не будет специалистов, которые будут предоставлять комплекс для этих домов, для обслуживания. То есть, это однозначно уже заведомо подвергают опасности людей, жителей этих домов, потому что у них, больше чем уверен, не хватает заключенных договоров с профессиональными компаниями, которые предоставляют услуги, там, например, по ВДГО или там по лифтовой компании. Там можно, например, если контрольный орган не проверит, то, как вариант, можно недоплатить или, например, не сделать ту же страховку лифтового хозяйства и так далее и тому подобное, чтобы сэкономить. Есть очень дорогостоящие мероприятия, например, диагностирование газопроводов, которые там по регламенту должны проходить каждые 5 лет. И не каждая компания на это готова. Поэтому целесообразности в существовании контор, где 5-10 домов, это даже не рентабельно. Хочу уже теперь конкретно вот к вашей работе перейти. Вы сказали, что там часть домов к вам перешла. И вы, как и любая другая управляющая компания, сейчас набираете свой пул. Не совсем набираем пул домов, да. Мы сейчас пытаемся выстроить работу уже с имеющимся жилфондом, чтобы снизить нарекания со стороны людей, чтобы сократить взаимоотношения между потребителем и управляющей компанией. И чтобы люди, наконец, перестроили свое мышление, что управляющая компания – это не какое-то зло, которое только денег хочется получить. А это именно их помощник, их опора для того, чтобы создать благоустроенный дом, жилье, где они сейчас проживают. Поэтому цели такой задачи нету, чтобы там набрать пул домов, кого-то убрать с рынка. Нет, такого нету. Я уже познакомился с многими руководителями небольших управляющих компаний. Назвать их маленькими нельзя. Это люди, которые создали свой бизнес, находятся на территории города, набрали какой-то, как вы выразились, пул домов. Но при этом считают, что они хорошо и качественно их обслуживают. По отзывам жителей. Так, наверное, это и есть. Поэтому для меня это не конкуренты, это коллеги. Мы с ними общаемся, делимся какими-то впечатлениями, даже уже друг другу немножко подсказываем какие-то моменты. Ну вот я сама как собственник столкнулась, мне кажется, я даже не знаю, может быть, с некой проблемой захвата дома, когда появились некие люди, которые просто там в 9 вечера стучали в дверь и просили за что-то проголосовать. Теперь продавливают компанию, у которой, я не знаю, ни рода, ни племени, ни информации на сайте. Люди с такими ситуациями часто встречаются на самом деле. Вот что делать? Ну, здесь в дом, особенно в специфике данного региона, в Кирове, хочется отметить, что здесь очень активные жители. И их сплочает то, что они друг друга знают. Есть актив в доме. Если председатель и совет дома сильный, ни одна управляющая компания в этот дом не зайдет. Были случаи, когда, да, ко мне приходили люди, рассказывали о том, что ходят по домам, по квартирам, и голосования у таких людей не получалось, потому что они, заходя в квартиру, получали ответ от жителей следующий. Пока нам не даст разрешение наш председатель, ничего мы делать не будем. Никаких подписей ставить, ничего. Там, где председатели или советы не избраны, и дом сам по себе, или раскол, да, такие ситуации будут возникать. И здесь, кроме просто как проведения общего очного голосования, где выйти и сказать, ребят, давайте мы определимся все же, те или эти, по-другому ситуацию никак не переломить. Будут постоянно жалобы, будут постоянно инициаторы, будет постоянно дом переходить или шататься из одной компании в другую. И это может растянуться, к сожалению, на очень долгий период времени. Люди озлобятся и просто перестанут вообще даже реагировать на управляющую компанию, которая будет выбрана надлежащим образом, скажем так. Не пропускать собрания и высказывать на них свою точку зрения, такой выход, да, получается? Да, как и наши выборы, все пеняют на власть, а сами при этом на выборы не ходят. Поэтому здесь все зло, можно сказать, идет от самих нас, мы допускаем. Мы позволяем попустительство с нашей стороны. То есть бездействие, оно рождает, к сожалению, действие со стороны людей, которые нечестно хотят зайти на этот рынок. Еще вот о взаимоотношениях, которые вы пытаетесь и даже лично с жильцами наладить. Вообще, насколько кировчане доверительны, относятся, насколько они позитивно настроены на представителей сферы ЖКХ? По-разному. Их единство всех удивляет, с одной стороны. С другой стороны, немножко поленит то, что общение у них идет непосредственно с руководителем. То есть не надо никуда ехать в какой-то офис, искать этот офис. Есть собрание, на собрание выходит сам руководитель и отвечает за действия или бездействия своих сотрудников и своего аппарата. В этой части, да, люди на очень многих собраниях, на которых я присутствовал, после завершения тех или иных собраний, часто говорили. Витя говорит, мы очень доверчивые люди. В Кирове очень доверчивые люди, поэтому нас все обманывают. Я говорю, я постараюсь эту картину сломать, стереотип то, что приезжие из... Что нельзя доверять войне. Да, что нельзя доверять. Доверять можно, но главное выстраивать правильные, четкие взаимоотношения, основанные на действующем законодательстве, в первую очередь. Поэтому я стараюсь быть в диалоге со всеми председателями, с любым человеком, кто меня из дома может набрать, позвонить, написать. Постараюсь всегда дать короткие сроки ответа и помочь с решением того или иного вопроса. Даже вот просто, ну, себя там не нахваливая, но ситуация была, когда женщина буквально на той неделе пришла к Амье в офис. Ее просто вели заблуждение, что дом ушел к нам в управление, этого дома в реестре лицензии не оказалось. Ну, мы ее не развернули в никуда, мы пытались не разобраться в сложившейся ситуации, потому что ей надо было срочно прописаться или выписаться, какие документы предоставить банк. Не знала, куда идти. Да, она уже потерялась, она уже ходила в три организации, везде ее разворачивали. Мы открыли ГИС ЖКХ, посмотрели, кому прикреплен этот дом, связались с той управляющей компанией, кто на самом деле управляет этим домом, и дали ей на путь с адресом, куда прийти. Ну, вот вы говорите, что кировчане себя называют доверчивыми, а москвичи, они какие-то другие разве? Мы себя, может, просто не дооценим. Не знаю, может быть, москвичи немножко толстокожие в каких-то моментах, да. Нет, все мы люди, и у всех отношения, наверное, одинаковые. Если ко мне человек идет с добром, то я буду с добром к нему относиться. Если же человек изначально хочет как-то обмануть или заведомо дать ложную информацию, это же все равно рано или поздно вскроется. Поэтому зачем обманывать? Да, слушай, мы о Москве заговорили, вы мне до эфира сказали, что устали отвечать на вопрос, зачем вы приехали в Киров из Московской области. Давайте я вас не буду об этом спрашивать, в общем-то, наверное, очевиден ответ, но попробовать что-то новое. Да, я думаю, мы этот вопрос с вами обсудим в следующий раз, когда нам уже будет что показать и чем похвалиться. А вообще методы работы московские, они чем-то отличаются от того, что здесь сейчас есть? Мы на сколько-то десятилетий от Москвы отстали. Нет, совершенно нет, не десятилетий точно. Есть какие-то моменты, которые можно здесь принести и их отработать. И опять же, при условии этого региона, посмотри, как они здесь будут работать. Москва ушла все в интернет, то есть там ходить куда-то в ЖЭКе, в ДЭЗе не надо, то есть все это уже достаточно зайти на сайт, оставить заявку, там пройти чуть ли уже не целую эпопею по составлению каких-то анкет, но ты уже на выходе будешь иметь необходимый пакет документов без захода в те или иные организации. Не нужно ни в паспорт и стол, и ломиться там, искать его. Все сделано для удобства. Ну, мы вот в пандемию-то тоже почувствовали это удобство онлайн, тоже не хотим теперь ходить никуда. Вот, поэтому, да, здесь тоже на территории города созданы те же МФЦ, или как-то мои документы, да, позволяющие просто снять обязанность, там, ходить, оббивать пороги тех или иных организаций. То есть, ну, как служба одного окна. И мы хотим в рамках управляющей компании сделать вот что-то наглядное, такого же плана. Попробуем, насколько это реализуем проект. Какие-то сроки ставите себе? Никаких сроков не ставим, естественно, все в разумное время. Вы здесь уже полгода, почти полгода, да? Ну, где-то так, да. Вот за эти полгода, ну, явно удалось вам изучить сферу ЖКХ местную, кировскую, да. Особенности, я бы сказал бы особенности, да. Какие, на ваш взгляд, это особенности, и какие самые главные проблемы у нас здесь? Ну, проблемы, как и везде, особенность, наверное, все-таки в климате больше, да, потому что это еще мне предстоит в полной мере ощутить. Да, но начав работу с 1 декабря по обслуживанию уже тех 30 домов, что прикреплено к лицензии, я уже, ну, опять же, мы понимаем, да, то есть управляющая компания получает деньги по исходу месяца. То есть начинают люди платить после выставления квитанции, через месяц, после того, как обслуживают дом. У нас 30 домов, которые пришли, они пришли практически в одно время. А начались снегопады, начались таяния на каких-то крышах, потребность в обслуживании, я уже не говорю про вот эти все выезды аварийных служб, когда там где-то что-то потекло и срочно надо что-то менять. Предпожарные ситуации были, когда там у кого-то в квартире вспыхнуло что-то, то есть мы быстро отреагировали. То есть мы уже, начиная с декабря месяца, 4 раза пускали трактора, где-то 3 раза у меня уже ходили альпинисты по крышам. И в ежедневном, особенно после выпада снега, мастера обходят наш жилфонд, смотрят, наблюдают, не дай бог, где-то сейчас вот шапка вырастет или образуется большая сосулька, особенно красные линии так называемые. То есть специфику данной территории в этом плане я уже изучил, посмотрим, как дальше у нас зима встретит. А если вот о проблемах говорить или, может быть, о трудностях, с которыми здесь столкнуться пришлось? Да я бы не сказал, что что-то прям кардинально по-другому, те же проблемы, те же жалобы. Единственное, что, конечно же, тот жилфонд, который я смотрю, даже вроде бы внешне, он хороший, красивый, большой дом, как говорится, доходный, там, паровоз, пароход, но они в каком-то таком небрежном состоянии, многие дома. Вот здесь задаются внутренние вопросы, сколько лет существования тех или иных управляющих компаний, как вот можно было довести до такого. То есть элементарно, когда там на пятиметровом отрезке трубы 10 или 11 стоит заглушка, ну, эта труба стоит не так дорого, чтобы ее заменить. То есть какая-то запущенность, с которой раньше не очень-то приходилось встречаться? Ну, не то что, просто когда ты управляешь домом и понимаешь, что дом ты обслуживаешь по договору управления минимум от 3 до 5 лет, это средний срок управления, когда дом за этот период можно расписать какие-то работы, его привести в более-менее надлежащий вид, саккумулировать денежные средства, ну, и зарабатывать на нем уже, да. Просто кто-то, наверное, наглеет больше и указывает доход на себе больше, чем нежели вкладывает в эти дома. Просто по домам, которые к нам пришли на сегодняшний день, не хочу сказать, что они полностью были без управления, но можно было и немножко повнимательнее смотреть за инженерными сетями, чтобы в зиму не ездить там через день, грубо говоря, на те же адреса. Можно раз вложиться и просто потом забыть про какие-то проблемы. Не в том плане, что забыть, не реагировать, а в том плане, что он не будет больше жаловаться, потому что не потечет труба или там не сорвется кран. Ну, то есть чем-то таким как раз вы сейчас занимаетесь. Конечно. А ресурсы на это откуда? Ведь вы пришли, получается, на пустое место. Ну, на пустое. Есть учредители, все же есть определенные кредитные, скажем так, источники, которые, да, мы воспользовались на сегодняшний день, можно сказать, своими внутренними средствами. Мы сейчас обслуживаем жилой фонд. То есть за счет будущих оплат. Но чужих-то долгов вам не досталось? Нет, боже упаси. А кировчане с какими проблемами чаще всего обращаются? Ну, в основном все то, что я озвучил. То есть что-то подтекло, что-то не прогрелось, где-то не горит лампочка, уборка отсутствует или там даже вот такой, ну, немножко смешной, да, случай, говорить конкретно дом не буду, но позвонил председатель, сказал, поменяйте медворниками, мне не нравится его физиономия. Ну, то есть, ну, как бы у каждого свое видение о прекрасном, поэтому, я говорю, претензия к уборке и качеству есть? Нет. Я говорю, ну, как бы к вам, конечно, мы прислушаемся, но те же дворники, уборщицы, это в основном люди, которые подрабатывают после работы основной. И вопрос, когда житель задает, мол, мы не увидели дворника, за что мы будем платить, я говорю, у вас двор почищен, да, почищен, а это наш дворник, а почему мы его не видим? Я говорю, потому что он приходит, когда вы спите, или приходит очень поздно, когда вы уже находитесь дома, занимаетесь своими бытовыми вопросами, проблемами и все остальное. А сколько вообще домов в управлении у вас сейчас? Сейчас, с 1 декабря, 30 домов. А планы какие-то есть? Ладно, планы они всегда, знаете, как у Наполеона. Посмотрим. Я не хочу забегать вперед. Скажу так, отвечая на этот вопрос, мы не собираемся никому отказывать. Если многие управляющие компании могут оказать тому или иному дому, посчитав, что затраты они должны понести очень многие, то мы считаем, что, ну, и у нас права такое нет, мы городская компания, мы не имеем права отказывать никому. Да, мы, может быть, будем понимать, что дом надо вложиться, но мы это сделаем для того, чтобы потом уже жители не жаловались, и мы на них часто не реагировали. Просто по причине того, что предыдущие какие-то управляющие компании, ну, позволили себе попустительство по отношению содержания. Мне кажется, это хорошая точка для того, чтобы завершить наш сегодняшний разговор. Спасибо вам большое. У нас в гостях, еще раз напомню, был директор единой управляющей компании Виктор Тарасов. Спасибо за разговор вам. Всего доброго вам и слушателям.